Надежду на здоровье подарили, но не оправдали. Почти пять лет жители Богородской репьевки мечтали о медицинской помощи в пешей доступности. Столько же лет разбирали по кирпичам старый, давно заброшенный фельдшерско-акушерский пункт. Когда-то это здание совмещало в себе столовую и приемный кабинет фельдшера. Сегодня это безлюдное место на заросшем пустыре. Сделать сказку о доступной медицине былью получилось за счет нацпроекта. Сдать мобильный медпункт в эксплуатацию сельчанам обещали 21 июля. Дважды дату приемки переносили по вине подрядчика. Общероссийский народный фронт приехал посмотреть обстоятельства, что способствовало такому сдвижению сроков. Ну и возможно помочь где-то реализовать данный проект в полной мере, поскольку это социально значимые объекты. Население должно своевременно получать медицинскую помощь, особенно в такой сложный период пандемии коронавируса. Он сейчас, конечно, жизненно населению необходим. За достройкой этого ФАПа комиссия ОНФ будет следить до приема первого пациента. С повторными визитами планируют приезжать каждые две недели. В отношении подрядной организации началась претензионная работа. На неисполнители уже наложены пени. В дальнейшем восстанавливать справедливость планируют через суд. Подрядчики первый раз участвовали на торгах. Первый раз выиграли. И в связи с отдаленностью от этого населенного пункта подрядчики столяти. Это тоже играло роли по срокам. В связи с пандемией, да, рабочих рук, видимо, тоже проблемой становится. Сам же подрядчик за собой вину не чувствует. Но и сказать что-либо в свое оправдание тоже не смог. Перепутал время, опаздывал. В итоге до объекта так и не добрался. Более ответственно к встрече с нерадивым застройщиком подготовились местные жители. Для Марьямы Брагимовой новый ФАП действительно настоящее спасение. О том, как даже за первой медицинской помощью приходится ездить в Ногаткинский стационар, рассказывает со слезами на глазах. Ездить вообще тяжело было? Тяжело. А как, по расписанию добирались? Да, в очереди стоишь, пока тебя вызовут, позовут. До обеда бывало, допустим, обеда бывало. Раньше ведь маршрутка у нас не ездила. Сейчас только вот, спасибо, маршрутка начали ездить. Раньше маршрутка не ездили. Своим ходом добирались, своим ходом приехали и поехали. В новом ФАПе будет где развернуться. Планируется оборудовать кабинет приема и осмотра, кабинет фельдшера и процедурный. К новострою проложили водяные трубы и пустили воду в каждый кабинет. Отопительный сезон начнут с прогрева помещения газовыми котлами. Правда, запуск голубого топлива также пришлось перенести. Новую дату назначили на 15 октября. Зная, что стройки срывались, взято под личный контроль этого строительства модульного ФАПа. И сегодня в каждую неделю проводятся планерки. Остались работы земляные, вот как вы видите, это укладка асфальта и благоустройство. На сегодняшний день внутренняя и внешняя отделка здания завершена полностью. Отправлена заявка на закупку медицинского оборудования. Принять первых пациентов в медучреждение готовится в конце декабря. Яна Федорищева, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.